и приветствую вас дорогие друзья и товарищи давно ничего не снимал давно ничего не рассказывал по ножам не хвастался ничем ну вот у меня сейчас появился новый телефон подарок жены хорошей достаточно камерой и что самое для меня приятное он воспринимает мой давно купленный микрофон теперь я могу записывать видео я надеюсь более хорошим звуком потому что многие жаловались надеюсь теперь недовольных не останется так ну что гвоздь под нашей сегодняшней программы моя относительная обновочка этот нож у меня уже примерно примерно месяца 2 наверно может и больше наверно даже больше все как-то не добирался снять про него какой-то свой небольшой обзор я его назвал старший брат приехал потому что не зря здесь лежит вот этот товарищ тенейшес лайтвейт версия этому ножу уже срок побольше в моей коллекции видео обзором я уже делал прекрасный нож для города вообще большего не надо он небольшой плоский легкий вот такой вот летучий прекрасная вещь обалденный цепкой рукоятью ну правда простоватой стали хотела бы конечно что-то получше ну 8 хром 13 молибден гванадий принципе для города этого более чем достаточно ничего мы там кубометра дров не перестругиваем дома не строим такими ножами ни с кем там не знаю не воюем это чисто вот минимальный инструмент городе аксессуар и просто такой скажем товарищ на кармане ладно о нем не будем больше про него можете посмотреть на одном из моих видео есть обзорчик этого ножа нож прекрасен нож замечательным все переходим к старшему брату старший брат приехал вот это уже штучка посерьезнее посерьезнее в плане габаритов и все же таки я верну младшего брата чтобы вам еще раз показать вот если осевые мы сравняем то заметим что клиночек весьма длиннее ну и длина всего ножа тоже ну значительно значительно больше тенейшится как этот нож у меня появился появился у меня по старой моей схеме попал я при случае столицу нашей страны и латвии где живу вот там езда купился вот был я в риге зашел в один из ножевых магазинов но там не только ножи но там достаточно широкая линейка таких брендовых хороших ножей и перетрогал много чего то всеми любимую эндуро и онтарио red и многое чего такие уже хиты скажем ну вот уже честно эндуро мне почему-то не зашла на мне показалось совершенно неудобный и как-то и и некрасивый и неудобный и вообще не то не мое но вот рядом лежал вот этот товарищ я его взял помасал покрутил и думаю ого-го вот это вот вот это вот уже по мне штучка не знаю чем она для меня лучше чем эндуро этот resilence но кстати сказал и нет модель называется resilence ну вот он мне прям понравился его взял в руку опа упорчик мне не стало удобно так неудобно так не ого-го прямо шпага можно какие-нибудь эти с дальнего угла стала доставать до центра и всякие вкусняшки накалывать прям указка ну как обычно у нас все нормально так ребята накручивают цены я решил что за такую цену я его покупать не хочу и купил я его поскольку потрогал пощупал мне он понравился нашел эту модель в финском магазине плавнее всем известным наверное и там он был чуть ли не на десятку дешевле ну 10 евро это в принципе приличная сумма почему бы не сэкономить вот и одной из позиций моего заказа на этом сайте был вот этот нож я его очень ждал он приехал и вдруг его у меня долго не выходил с кармана не слезал скажу честно думалось мне что нож этот все-таки за счет его габаритов будет скажем избыточен в кармане что слишком большой слишком будет много места занимать и возможно будет как-то не совсем удобно оказалось нет поносил его и в джинсах и спортивных таких скажем штанах и в каких-то легких брюках он у меня был просто вот летних легких брюках было у меня на шортах было у меня прямо на плавательных шортах эти вот тоненькие парусиночки такие этим и этот нож я скажу ничем меня не смутил ничем не показался мне избыточным тяжелым потому что он для своих габаритов совершенно не тяжелый он плоский место в кармане не занимает как мне почему-то казалось изначально что будет много его да он длиннее тенейшеса но но прекрасно сидит на кармане мне очень нравится чего преимущество перед тем же тенейшесом это конечно длина клинка то есть уже какие-то особенность ну по продуктам скажем понятно становится когда там надо крупную помидорину разрезать муханку хлеба насторогать для бутербродов да хоть тот же арбуз скрыть его уже достаточно это уже не составляет никаких проблем то время как тенейшес все-таки некоторых моментах ну скажем так коротковат это вещь уже серьезная этой хватает намного вот как бы наверное все мои мысли все точно так же как на тенейшесе тот же лайнер лог шайбы также простая сталь которую в городе вполне хватает даже обалденная текстура рукояти плоский легкий вот тоже там облегчение в лайнерах все на боночках все продувается промывается если надо прекрасная вещь могу рекомендовать так что а если у кого-то еще кошелек позволяет взять его в более серьезной стали но просто как говорится только в путь потому что нож более чем достойный на этом пожалуй все всем спасибо всем добра всем мира до свидания садоговых видео